Музыка Это уже 25 серия и пришло время заново обойти все работы, но уже с максимальным скиллом. Я все объездил и все грамотно посчитал, оказывается у нас на Блэк Раше не на всех работах есть скилл. Скилл у нас есть на таких работах, как доставчик еды, угонщик автомобилей, кладоискатель, охотник, ферма, то есть там все виды работ, да, строитель, таксист и еще инкассатор. И вот в принципе и все, друзья. И еще почему-то на Курьере скилл есть, а от этого скилла пользы вообще никакой, никаких плюшек, никаких набавки к зарплате, вообще ничего. Возможно разработчики когда-то какой-то бонус все-таки добавят на Курьера, потому что реально, ребят, скилл качается, а пользы ноль вообще. У меня на автоугонщике почти максимальный скилл, и давайте вместе посмотрим, сколько же можно там зарабатывать с максимальным скиллом. В прошлой серии мы работали на инкассаторе, и зачастую можно заработать 350-500 тысяч. Открываем навигатор, прописываем команду слэш GPS, и нас интересуют основные работы. Здесь есть третий пункт, угонщик транспортных средств. Все, ребятки, отправляемся туда. Если что, то на эту работу в правительстве не нужно устраиваться, ну как бы логично, да, ребятки? Давайте пока я еду, вы обязательно прожмете лайк, поставьте колокольчик на все уведомления, и напишите в комментарии, сколько примерно вы думаете я буду зарабатывать с максимальным скиллом. Я тут еще на дороге, блин, сломался, хорошо, у меня есть ремка. Так, все, использовать, починили нашу бричку. Я думаю, что с одной машины мы будем зарабатывать где-то 10-15 тысяч, ну там еще все зависит как бы от расстояния и какая машинка. Ну да ладно, ребятки, гатать не будем, сейчас все с вами вместе и увидим. Я с горем пополам сюда наконец-таки заехал, все, ребятки, паркую нашу машиночку. Теперь нам нужно подбежать к этому Артему. Здесь мы можем посмотреть основную информацию и взять задание и отменить задание. Смотрите, ребятки, открываем основную информацию. И смотрите, мой скилл составляет 91 из 100, то есть почти максимальный скилл. Мы сейчас вместе с вами добьем максимальный скилл и посмотрим, сколько же там можно зарабатывать. Берем задание, на все это дело дается 25 минут, и уж очень хорошо, когда у вас есть свой личный транспорт, да, ребятки? Чтобы не пешком, так сказать, бегать. Своя личная любая вообще тачка, которая быстро едет, это огромный плюс на автоугонщике. Еще обязательно не забудьте купить набор отмычек, а то поедете машину воровать, а отмычек-то нету, ребятки. Покупаем 650 рублей, набор стоит. Открываем карту и видим то, что автомобиль находится где-то в Арзамасе, вот в этой красной области, ребятки, вот в этом квадратике. И потом, когда мы подъедем поближе, у нас покажется уже точное местоположение транспорта. Я подъехал в эту область, и наша задача взломать и пригнать на место сбыта автомобиль к джип Гранд Чироке. Ребятки, его еще, конечно, нужно найти. Давайте покатаемся по этому квадратику. Обычно автомобили стоят где-то на дороге или около каких-то подъездов. А вот и на наш джип Гранд Чироке, ребятки, как я и говорил, около подъезда стоит. Подходим к автомобилю и прописываем команду слэш карджек. У нас появляется вот такая вот простая мини-игра. Здесь просто поочередность нужно правильную найти, и у нас замок взломается. Давайте вот эту тыкнем, теперь вот эту, вот эту и вот эту. Нет, ребятки, видите, так не подходит. Давайте еще раз, раз, два. Все, ребятки, автомобиль мы успешно взломали. Теперь садимся в него. И теперь отвозим эту тачку в то место, откуда мы и приехали. Вот, в принципе, да и все. Все легко и просто. Ребят, знаете, я только сейчас начинаю понимать то, что, блин, я тупадул немножечко. Надо было наш гольфик заспавнить около работы. Иначе, блин, как теперь опять добираться? Я же ту машину там оставил. Поэтому, ребятки, небольшой лайфхак. Обязательно припарковывайте свой автомобиль там, на месте автоугонщика. Потому что это жесть. Я сейчас отвезу эту машину и придется заново ехать за гольфом и еще раз обратно туда. Подвожу автомобиль, ставим его здесь, ребятки. И теперь подбегаем к боту, к Артему. Подходим к Артему и получаем 12205 рублей. И получили еще один скилл. В общем, нам, ребятки, нужно еще пригнать 8 автомобилей. Заходите на сервер Индиго и на втором уровне вводите два моих промокода. Хэштег LMA, который дает деньги. И хэштег LMA, который дает ТОП, который дает Тойоту Супру. В общем, я сейчас вернусь за гольфом и пригоню еще 8 тачек для того, чтобы прокачать максимальный скилл. И посмотрим, что из этого получится. Фух, ребятки, осталось угнать одну машинку и у нас будет сотый скилл. Берем задание. Мне удалось еще заработать около 100 тысяч, ребятки, там 100 с копейками. Открываем карту и, к сожалению, автомобиль находится не в Арземасе, ребятки, а где Лыткарина. Аж сюда придется ехать. Я подъехал в эту область и нам нужно угнать в Мерседес GT, ребятки, акулку. Я ее на карте, вот он, нашел, я ее вижу. Давайте подбегем и взломаем ее. В такой же схеме, ребятки, и открываем. Смотрите, здесь вообще изи было, ребятки, просто подряд. Раз, два, три, четыре. Все, садимся в машинку и погнали, ребятки. На самом деле, очень далековато, конечно, кинул Лыткарина, это далековато. Не будем терять времени и погнали, ребятки. Но очень быстро едет, наконец-то, какая-то быстрая тачка. Но она летит вообще жесть, ребятки. Одно удовольствие такие тачки угонять. Ой-ой-ой-ой, главное не перевернуться вот этот трюк, ребятки. Вот за это обязательно поставьте лайкосик. Ааа, блин, ребятки, наша машина сломалась. Хорошо, что у меня, надеюсь, ремка и вроде есть. Заходим в инвентарь, да, ребятки, у меня две ремки. Обязательно тоже покупайте ремки, ребятки. Мало ли вдруг что. Все, садимся и едем дальше. Ребят, кстати, напишите в комментарии еще, влияет ли повреждение автомобиля на нашу, так сказать, прибыль. Да или нет, ребятки, честно, я вот сам еще не знаю. В общем, ставим автомобиль, немного повреждений есть. Ну, ничего, думаю, страшного. Мы получаем 14155 рублей. Все, ребятки, у нас скилл 100 из 100. Давайте сейчас закрепимся и пригоним еще одну тачку. Давайте берем задание. У нас сейчас КД, и это реально минус, ребятки. Придется ждать 6 минут 38 секунд. Времечко прошло, берем задание, ребятки, все, и погнали. В этот раз кинуло в Арзамас, ребятки, что неплохо, блин. Я не хочу ехать там в Латкарина, блин, или в Эдово. Это такие места, блин, далековато как-то ехать до них. Я подъехал на эту территорию, и наша задача взломать Ауди Q7. И я ее нашел, ребятки. Вот она стоит, розовенького цвета. Надеюсь, что она, вроде она. Карджек и взламываем автомобиль. Вот так вот рандомно можно даже потыкать, ребятки. Вот, все, отлично, взломали. Красивая машина, и она, по-моему, вообще в новейшем, ребятки, кузове. Кто знает, сколько она стоит, обязательно пишите в комментарии. Ну, едет, конечно, она так себе. Она очень вялкая такая. Я подвожу авто, и давайте я даже починю ее, ребятки. Потрачу ремку, мало ли вдруг нам больше заплатят. Использую ремку. Все, ребятки, смотрите, авто нулевое, вообще без единой царапины. Теперь давайте его сдадим. Вот сейчас будет самая честная прибыль с угнанного авто с максимальным скиллом. Артемка, встречай нас, порадуй нас деньгами. Мы получаем 13195 рублей, ребятки. Сказать, что я разочарован, это вообще ничего не сказать. Вы сами можете увидеть то, что у меня скилл 100 из 100, ребят. Я могу вам с полной уверенностью сказать то, что не тратьте свое время и не прокачивайте скилл на автоугончике. Это бессмысленно. Без скилла же там примерно такие же и заработки. Там 9 тысяч, 10 тысяч, 11, 12, ну какая-то разница все равно есть, но она копеечная. В общем, я точно не советую данную работу в прокачке именно как скилла. Эта работа интересная и, что главное, доступная для новичков. Если так как подработка, чуть поработать туда-сюда, то так в принципе можно. Но в плане прокачки как скиллов вообще, ребятки, не нужно. Угадайте в комментариях, в 26 серии на какой я буду работе работать.